Митинг прошел у одного из торговых центров города. В нем приняли участие родственники осужденных. Они уверены в несправедливости приговоров и настаивают на пересмотре уголовных дел. В ноябре прошлого года Евгения Чудовец была осуждена за распространение в интернете детского порно. В марте приговор был отменен, а Евгения освобождена. У меня была благородная цель разобраться, что происходит в этом детском лагере. Кто это слышит? Может это не малыш, может это вообще воспитатель? На этом видео нет никаких половых органов, нет ни лица ребенка, нет ни фамилии, ни имени, ничего. Если бы это все было, я никогда бы не сделала репост, поверьте мне. Сейчас Чудовец занялась правозащитной деятельностью. Она пригласила на митинг тех, чьи родственники, по их мнению, были незаконно осуждены. Я считаю, что сфабрикованное дело по поводу моей мамы, бабушки, по поводу того, что якобы она ударила судебного пристава исполнителя, почему сфабрикованное дело, много доказательств, много неясностей в деле, потому что все диагнозы, поставленные врачами, были со слов, исключительно со слов, и каждый раз показания были только надуманные и постоянно новые и новые. Сейчас родственники Натальи Никулина добиваются пересмотра уголовного дела. Выходный митинг рассматривают как способ привлечения общественного внимания к своей проблеме. Большинство прохожих не останавливались у митингующих, однако были и исключения. Жительница Кругана Людмила Леонтьева рассказала, что у нее непосредственно осудили сына. Он разнимал дерущихся, а в итоге сам сел на 8 лет якобы за нанесение телесных повреждений. Вот уже прошло 5 лет, я пишу и президенту, и Медведеву, и в Единую Россию, везде писала. Но безрезультатно. Ответ один. Мы не имеем никаких претензий к нижестоящему суду, он вынес все правильное решение. Прохожие соглашались, но некоторые сидят в колониях незаслуженно. Однако привести конкретный пример они могли. У нас много сидят невинных, осужденных. Все это знают. Какой-то конкретный пример можете привести? Не могу. Я в этой середине не общаюсь. Многие прохожие не знали, кто такая Евгения Чудновец, а те, кто знает, не разделят ее поступком. Я бы не стал выкладывать в интернет с избиением детей. Я бы отнес полицию. Курганец Алексей допускает, что судебные ошибки существуют, но они происходят во всех странах. Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Утверждать, что только российская система правоохранительных органов несовершенна, нельзя. Государство нигде не идеально, поэтому такие проблемы везде есть. Ну, не все же делится на черное и белое, правда. И везде люди работают, и в правоохранительных органах они также ошибаются. Андрей Бахарев, Николай Волков, Владислав Базалев, Лидия Кайгородцева. Информационное агентство Курганру.